Всем привет, друзья! С вами Павел Морозов, Антон Михайлов. Здравствуйте! Друзья, у нас, как вы догадались, это жилой комплекс «Бухта», «Золотая бухта» на обзоре на Ворошилово-Градской. Да, они уже делали ряд обзоров мы. И сегодня у нас несколько поводов для того, чтобы вам рассказать о ней еще раз. Во-первых, ряд клиентов заинтересовался этим предложением. Было даже две сделки по этим объектам. И хотел сказать, что здесь у нас открылся в продажу второй дом. Ну, вот соседний, слева, который вы видите. И там вы можете выбрать себе абсолютно любые площади. Если здесь уже, грубо говоря, полдомика распродано, то здесь вы можете выбрать абсолютно любые площади с видами на море, на горы и куда хотите вообще. Да, от полутора миллионов во втором корпусе начинается предложение, доходя там до двух с половиной приблизительно. В первом корпусе от миллиона триста у нас предложение. Ну, ряд самых интересных квартир продано, но все-таки интересные позиции есть. По миллион шестьсот, по миллион пятьсот. Ну, в общем, с таким бюджетом небольшим, до двух миллионов, на сегодняшний день, друзья, лучше все-таки обратить внимание на данный объект, потому что он более чем достойный. Сейчас мы попробуем разобрать, почему. Да, все верно, Антон говорит. Потому что альтернативки практически вот в данный момент в Сочи за миллион триста, миллион пятьсот практически и нет. Готовые дома, где в скором времени можно будет делать ремонт, и, собственно, с такой отделкой, да, с таким же стройщиком, ну, фактически и нет. По, значит, характеристикам объекта и по его преимуществам и недостаткам сейчас все проговорим, друзья. Смотрите, почему мы с коптера хотели вам показать этот объект? Для того, чтобы вы четко понимали его плюсы и минусы. Вот смотрите. Вот этот вот слева Г-образный участок, он изначально не принадлежал застройщику, но на сегодняшний день вот этот Г-образный зеленый сад, который как бы вокруг нашего объекта, он этот участок выкупил застройщик, и он планирует сделать на территории этого сада, как бы придомовую территорию, собственно. Здесь это все будет зоной отдыха, строительства здесь никакого не будет. Половина из этих деревьев, скорее всего, ликвидируется, но половина как минимум останется, и здесь будет хорошая такая придомовая территория, большая, где жители данного объекта смогут с комфортом проводить время. Я считаю, что это хорошее преимущество. Вообще отличная такая зона отдыха, так называемая, около дома. Это очень классно. Ну, зачастую застройщики не парятся с этим, вообще не парятся, и как бы просто... Ну, многие, да. Кто поставили, и все, как бы. Да, дом поставил, продал, поставил одну клумбу, как бы, и все. А здесь будет несколько другой подход. Здесь и качество отделки дома, как бы, далеко не эконом, хотя цены у нас в рамках эконома, вот, а качество отделки можно комфортом назвать вполне. Полностью согласен с тобой, Антон. Ну, застройщик, как бы, говорит сам за себя, что и повторяться уже не смысла. Друзья, для тех, кто не видел, какая отделка внутри дома, и что там вообще внутри происходит, какие площади вы можете выбрать, напишите либо мне, либо Антону Михайлову, мы вам отправим актуальные шахматки и покажем вам все квартиры изнутри. Вот, также сейчас на экране, где-то в правом верхнем углу появится ссылка на полный обзор всех квартир изнутри. Вот, посмотрите, там очень интересный обзор, мы с Антоном снимали. Как раз покажем вам дорогу до моря, вот, и, собственно, там все это есть. Друзья, одним из преимуществ этого объекта является то, что он фактически, ну, можно сказать, в ближайшей локации находится по отношению к Олимпийскому парку и к лучшему пляжу в стране. Вот, Амертинский пляж, что это набережная, да, факел, олимпийские объекты, совхоз России и так далее. Вот, и вы это можете видеть, вот он объект, грубо говоря, да, вот, и, собственно, вот он чуть-чуть сзади, да, вот, и вот он, собственно, дорога, которая ведет там, грубо говоря, к Олимпийскому парку. Вот она, и вы выезжаете. Дорога занимает ровно 10 минут. По локации, друзья, здесь три подъездных путя, вот, по которым, собственно, вы можете попасть сюда. Один из Черешни, другой из Блиново, третий из Веселого. И рядышком, ребят, по инфраструктуре, раз уж мы резали, четыре школы. Две в Черешню, две, значит, одна в Блиново, другая, сотая на границе. Вот очень хорошая, скажем так, инфраструктура. В общем, ряд преимуществ имеет данный объект, как локация, так и качество отделки, саму концепцию. И цена, что немаловажно, цена, как бы от миллиона трехсот, вы знаете, в последние месяца три нечего было предложить просто-напросто, а то если даже не полгода. На данный момент это является самый доступный, так сказать, народный объект в рамках, скажем так, который можно приобретать практически без каких-либо рисков и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, альтернативы фактически и нет. Вот, поэтому, друзья, рассматривайте обязательно этот объект к приобретению. А еще, Антон, объект находится в частном секторе. Вот, по-твоему, это преимущество или недостаток? В какой-то степени это преимущество, многим это нравится, вот клиентам, которые нас приобретали, нравится, которые устали от бетонных джунглей, от суеты городской, от шумных дорог, которые возле их домов там были. То есть, да, кто там жил возле проспектов, с окном на проспект какой-то, допустим. Они приехали сюда, и им нравится. А здесь петушки поют, это самое, гуси ходят. Для тех, кто в деревне уже нажился, может, наверное, и не понравится. Но, как бы, вы знаете, в таком бюджете, друзья, в бюджете там миллион пятьсот, миллион шестьсот в среднем, особо вот такие вот, честно сказать, вам выбирать не придется. Поэтому здесь нужно принимать этот объект такой, какой он есть, а нельзя называть его плохим, абсолютно нельзя. Поэтому... Район достаточно зеленый, друзья, все правильно, Антон говорит, видите, то есть очень много зелени, здесь совершенно иной воздух. Это идеально подходит объект для пенсионеров, для тех людей, кому вот непринципиально там, знаете, вот центр города. Хотя большинство людей за полтора миллиона центр города как бы и не светит, потому что за полтора миллиона вы ничего не купите просто. Вот. Надо просто четко понимать, что пока есть такая доступная недвижимость, грубо говоря, в бюджете до там миллион триста, миллион пятьсот, до двух миллионов рублей, ребята, ее надо просто брать. Вот. Мы, как бы, застройщик, мы работаем давно и можем подтвердить его состоятельность. Вот и все. Что еще хотел сказать? Наверное, то, что частный сектор, это прежде всего тишина, повторюсь, да, покой. И для тех, для кого это важно, просматривать этот объект в первую очередь. Да, друзья, в принципе, вот миллион триста, миллион пятьсот, повторюсь еще по цене, можно уже решить жилищный вопрос у нас в Сочи. И это хорошо. Да. Просто буквально вот последние три-шесть месяцев с этим бюджетом здесь, в принципе, ничего нельзя было купить, кроме каких-то там проблем. На сегодняшний день есть такой объект, друзья, квартир не так много, как хотелось бы, поэтому оперативно реагируем. Бронируйте, бронируйте самые интересные площади. Сейчас в настоящий момент есть выборы как панорамных, так и не панорамных квартир на разных этажах, поэтому запрашивайте актуальную информацию по объекту у Павла Морозова, либо у меня. Наши контакты вы увидите на экранах. Да. Ребят, квартира с видом на море, друзья, на Олимпийский парк. Вот, сейчас попробую показать, как поближе чуть подлечу. Вот, покажу вам, как выглядит квартира с видом на море. Вот, то есть, фактически, вот это вид. А сейчас я чуть-чуть пониже спущусь и увидите, что это действительно возможно, как говорится, да? Вот, условно говоря, ну, как-то так. С третьего этажа примерно вот такой вид, друзья. Чуть-чуть, может быть, пониже, грубо говоря, да? Ну, принцип понятен. Со второго, с третьего этажа вид на море. Антон показывал это в своих роликах, я в своих. Да. Вот такой вот, собственно, объект. Вот такая вот собачка здесь подошла. Друзья, ну что, будем прощаться с вами. Объект, бесспорно, хороший. Несколько клиентов заинтересовалось. Две сделки у меня здесь было. Вот, собственно, народный объект, который мы можем рекомендовать вам для приобретения, друзья. Беспроблемный. С вами был Павел Морозов, Антон Михайлов. Всем хорошего дня, замечательного настроения. Пишите, звоните, будем рады. Всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!